сегодня 12 апреля 22 года наконец-то срок давности истек тех событий которые были в прошлом веке и вот парнишка я тебе могу рассказать кое-что не все конечно но как говорится коль дожил до этого времени кое-что расскажу если ты нальешь конечно а ты нальешь ты любопытно вам всем сенсацию подавай ну слушай стартанул наш буран 10 числа да да не ошибся именно буран тот самый который потом провалившаяся крыша раздавил это вам дуракам говорят что никуда не летал даже американцы не знали что вылет был легендировали очень хитро под запуск союза и прогресса якобы для станции мир глаза отводили ну и полетели мы первая экспедиция на марс да не заливая именно туда хотели престиж страны поднять и все такое беспосадочное конечно круто нулись пару раз бы и на обратный курс но блядская электроника подвела сколько в экипажа было говоришь ну ты сам подумай буран солидный аппарат соответственно командир борт инженер и ну сам подумай летим на марс туда три месяца обратно полгода разумеется второй пилот баба девушка хотя девушкой назвать можно очень сложно женщина лет двадцати трех все при ней диплом честь ну и папа генерал конечно не без этого а ты чё думал простых что либо зима конечно размечтался из простых там только я был борт инженер а почему это другой разговор ты наверно уже не знаешь была такая чеченская первая потом вторая но первое еще в том веке а вторая уже в этом чего она началась тем она закончилась и что там вообще было это другой разговор но факт то что карьера моя в ту войну шла очень в гору был я обычным связистом хотя не совсем обычный ну прото другой разговор по нему подписка не вышла в общем перла моя карьера в гору мечтал я об академиях и тут у меня братишка младший который в питере музыкантствовал и строительство попадает в тюрягу и вся моя анкета от обещая карьера и академия накрываются к ебеням самым обыкновенным ебеням не быть мне не то что генералом даже подполковником даже майорскую должность хер мне дадут назась их правительственные связи а без нее ни квартиры ни хера ни перевода ну и в общем вежливо намекают что не пошел бы ты заслуженный дорогой по собственному желанию или лейтенантом накурил и старшим на страницкую должность или запас а я дерзкий был молодой терять нечего бояться никого говоря не пошли бы все товарищи полковники и прочие штабные крысы хуя ну и они пошли к твоему я пошел запас приезжаю последний отпуск свой да не крайне последний военный ну и дух просто ником в питере а у меня дедев не простой был мужик очень непростой аферик я бы сказал как вся моя родня военная он говорит не грусти есть возможность исправить игриса карьеру но такая что или пан или пропал я говорю так как он говорит ну как как у гагарина говорит примерно так ну я подумал минут 30 пока мы с ним коньяк допивали и сказал ну чё дядя витя рассказывай но дядя витя мне рассказал а утром проспались хватает меня за шкирник и потащил в организацию организация такая непростая в петергофе было и в кронштадте еще кое-где и в звездном городке и показывает меня одному значит дедку еврейчику дедок тоже не простой фамилия у него известная среди астрологов нет ни глоба дурак ты парень вы кроме глоба на никого не знаете да ну и ладно дедок берет мою руку смотрит всякие линии спасибо большое а потом говорит надо уточнить гороскоп вот так вот первый раз девяносто шестом году столкнулся с астрологией ну и начинает значит составлять свои натальные транзитные карты грицу интересные экземпляры интересны говорит не в этот же день конечно через неделю тогда компьютером были не у всех хотя в звездном были но по заявкам ну в общем говорит как кандидат пойдет вот так стал я кандидатом я тогда еще не понимал кандидатом на что если так сказать по простому на большую жопу в общем кандидатом ну последний раз кандидатом я был 16 лет в летную училищу в общем все прошел все комиссии но 25 человек на место в балашове сам понимаешь транспортная авиация загранка можно чего-нибудь салон напихать если с командиром дружно жить так в адидасе и валюте нету героин ты вот можно кроссовок привести там пиво и так далее много чего интересного возили но это ладно это все другое это транспортная авиация у нас про космос разговор знаешь я пока налью воды над вопросами подумай три вопроса не больше разумеется если не попадают под секретность но я тебе такое расскажу что секретность просто отдыхает а